Просто, если честно, буквально пять минут назад подписал бумажку о том, что я не имею права ничего размышать. Давайте скажите, что вам известно. И ты скажешь да или нет? Не, я просто буду понимать, что вы уже знаете. Ну, нам сказали, что тебя задержали в качестве свидетеля по делу о минировании, которое было сегодня. Да. И что якобы ты добровольно отдал свой телефон. У меня действительно изъяли телефон мой, но там было два варианта. Либо я его отдаю, тем самым подтверждая, что я не имею никакого отношения к минированию, да, или сообщениям о минировании. И тем самым показываю свою добрую волю и следствию, что действительно, ну, берите, проверяйте. Либо у меня его и так изымают, и три дня изолятор следственный, и все остальное мне так его изымают, потому что со мной в изолятор не возьмешь с собой телефон. Естественно, я подписал добровольно переданным телефон. Ну, сказали, что 30 дней необходимо... Ты не отдал телефон, чтобы попал в изолятор? Да, да, да. Ну, я не знаю. Закупнил, вы что ли? Мне сказали, что два варианта. А как же решение суда, согласно которому... Не знаю, открытое уголовное производство. Меня действительно ознакомили, что по такой-то статье, что можно о сообщении о минировании, если уголовное производство. Ну, а твой статус свидетеля? Ну да, опрашивали меня в качестве свидетеля, хотя изначально, конечно, разговор шел о том, что все уже. Ты звонил, ты виноват. Кто там сейчас находится, журналистов? Есть кто-то еще? Насколько я понял, что те люди, с которыми я сегодня был целый день, да, мы на Кенбурнской косе отдыхали. Мы были фактически в море. И я так понимаю, что люди, которые, ну, я указал, с которыми находился весь день, они тоже сейчас дают показания, где они были, что они делали, видели ли там меня, что делал я. С тебя взяли какой-то документ, там, подписка о невыезде? Нет, 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 только о неразглашении следственной тайны. Сейчас я запишу. И дальше что? Тебя предупредили, что могут еще повториться допросы или как? Ничего не было? Ну, дальше сказали, что будут держать со мной связь. Единственная проблема, как они будут мне звонить? Ну, да. Они знают со мной моего телефона, в котором, да, я же, не знаю, естественно, понятно, что я главный редактор издания. Я переписываюсь с народными депутатами, там, с, не знаю, новой облсовета, мэром, губернатором, исполняющим обязанности. То есть, фактически, они изъяли мой телефон. Там был файлик, он опечатан. Я как бы, я изначально, у меня сначала его просто брали, они его смотрели. Я очень хотел, чтобы, как бы, настаивал все время, чтобы никуда его не уносили, потому что я прекрасно понимаю, как можно с телефона создать копию, особенно с айфона, и потом его возобновить на другом устройстве и все перечитать. Ну, вроде как, они меня услышали, настояли и не уносили его никуда. Они при мне с ним работали. Но в итоге, в конце концов, мне сказали, что если ты хочешь доказать, что не виновен, давай копию, передавай его на экспертизу, в течение месяца где-то в Киеве или в Одессе его проверят эксперты.